Докажите, что сумма, давайте договоримся, есть какое-то обозначение, удобное, сумма дробей обозначается обычно вот так, потому что она очень часто встречается, и, соответственно, неравенство, которое мы сейчас будем доказать, это вот что такое. Если взять дроби со знаменателем до 7968 и вычесть сумму дробей вот такую, до 1990 дробей, то это больше, чем 1212 и меньше, чем 1126. Давайте. Задача на неравенство. Я нашел одно число, которое можно сократить с 7968. А именно? А это будет 1,1992. А, ну то есть вы хотите сказать, что 7968 как расположено по отношению к числу 392? В 4 раза больше, да? Да, вы абсолютно правы. Действительно, в этой задаче числа не случайны. Это правда. 7968 это в 4 раза больше, чем 1992. А давайте мы тогда стараемся записать в общем виде вот это неравенство, то есть 1992 обозначает н. Как тогда это запишется? В 13 и 12-х. В 13 и 12-х, да. Ну никуда не делось. В 13 и 12-х меньше, чем h. Нет, без h если. А. Чем 1n плюс 1, плюс 1n плюс 2, плюс 1n плюс 2, плюс 1 делить на 4n. Согласны? Да. И это должно быть у нас меньше, чем 116. Ребята, а теперь посмотрите, какая история. Мы с вами можем разбить эти дроби на кусочки, когда они не сильно отличаются друг от друга. То есть смотрите. 1n плюс 1, 1n плюс 2 и так далее, и так далее. 1n плюс n. Сколько здесь всего дробей? n штук. n штук дробей. Какая из них самая маленькая? 1n плюс 1. Последняя. Значит, это больше, чем n, n плюс 1. А какая из них самая большая? 1n плюс 1. Замечательно. Это меньше, чем n плюс 1, так? Да. Ну а это, кстати, меньше единицы, да? Угу. Ну а это сколько на самом деле? n поделить на 2n, это 1 вторая? Да. n поделить на n плюс n, это на самом деле 1 вторая. Конечно, оценка довольно сильно отличается. Но с другой стороны, все-таки от единицы до 1 вторая, да? Так, хорошо. Давайте таким же способом напишем. Единица делить на 2n плюс 1, 2n плюс 2, иначе вы понимаете, да? 2n плюс n. Меньше чего? Меньше. Меньше. Меньше, чем n, деленное на 3n плюс 1. Согласны? Да. Очень хорошо. Ну и догадайтесь, что я еще скажу. А, ну то же самое. Единица делить на 3n плюс 1. Плюс единица деленная на 3n плюс 2. 3n плюс 2. Плюс единица деленная на 3n плюс n. Меньше, чем n, деленная на 3n плюс 1. Правильно. И это меньше, чем 1 третья, и при этом больше 1 четвертая. Да. Вы абсолютно правы. Так, а теперь внимание. Сколько будет 1 вторая плюс 1 третья плюс 1 четвертая? В 12-х, если считать. Это 6, 4, 3. 13, 12. Это 13 в 12-х. А сколько будет 1, 1 вторая и 1 третья? Если в 6-х считать. 6, 6, 3 плюс 2. 11 в 6-х. Поняли, откуда авторизодачу взяли 13 в 12-х, 11 в 6-х? Да. Это числа, которые возникают здесь в 1-е. Так, все понятно? Да. Господа, вообще надо понимать, что вот это число, так называемое эрмоническое число, очень естественным образом, может быть, показано, как площадь. Давайте я нарисую эту картинку. Как площадь, сумма некоторых, мы объясняем. Надо взять график у равняется единице делить на x. Все помнят, как такой график? Какая-нибудь первая? Ну да. Знаете? Да. Идея здесь такая, что чем больше x, тем меньше y, да? Угу. Здесь вот у нас точка с карнатом 1-1. Все понятно? Да. А дальше, давайте-ка вот эти все штуки нарисуем. Вот что такое единица? Да очень просто. Единица – это площадь вот этого квадрата. Помню. Ага. А это надо взять площадь такого прямоугольника. Понятаете? Угу. А 1-3? Это половина. Это 6-6. Это нужно дальше взять следующую точку. Я не буду рисовать с того, а до 1000. Смысл такой. Германическое число получается, как сумма площадей таких вот прямоугольников. У каждого из них вот здесь вот отрезок длины 1. А здесь отрезки 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. И между прочим, когда вы станете старше, то вы узнаете совершенно замечательное понятие. Смотрите. Вот если есть наша кривая. Вот здесь вот у нас идиница. Понятно, да? Единица. Единица. У равняется. Единица. Единица. Оказывается, если вы берете вот такую область. То есть, смотрите, что это такое. Здесь вертикальная прямая. Да? Их равно единица. Здесь прямая. Их равняется, ну, я не знаю, какому-то конкретному числу. Да? Какому-то числу А. Так вот, господа, площадь вот этой области настолько часто встречается в математике, что для нее даже придумали специальное обозначение. Называется натуральный логарифм числа А. Понятно? Да. И очень есть много всего интересного про это натуральный логарифм. То есть вообще это одна из самых-самых важных функций, которые есть в математике. Ну, так же, как синус, косинус, возведение в степень, да. Это такая же важная, такая же замечательная функция. Ну, и заметьте, пожалуйста, если немножко посмотреть на то, что здесь написано, то становится понятно, что HN стремится к бесконечности при возрастании L. Давайте поймем, это очевидно или не очень? Очевидно. Почему? Ну, наверное, это там не стоит. Потому что, смотрите, мы не обязаны были брать в качестве N 1972. Мы поняли, что когда есть любой кусок, начиная с одной N к 1 и заканчивая единицей на 4N, то этот кусок дает нам не меньше, чем 13-12, да, более больше, чем 13-12. Ну, вы понимаете, что можно таких N взять много, все больше и больше, да, и получат в одном из 13-12, взяли N совсем большую, еще 13-12, взяли N еще больше, еще 13-12, и так вы наберете, ну, сколько на нас, сколько наберете, хотите миллиард, понимаете, да. Ну, разумеется, обычно это рассказывают не в таком вот виде, дело в том, что в таком виде, ну, не только для того, чтобы поточнее показать, да, и посчитать. Обычно это рассказывают буквы, говорят, что, вот, представьте себе, у нас есть вот такие тропы, 1, 1, 2, 1, 3. Давайте возьмем, расставим скобки и поймем, что, соответственно, вот этот вот ряд быстро, быстро, быстро оцениваем. Ну, смотрите, 1, без всяких скобок пишем, 1, 2, без всяких скобок пишем, а здесь 1, 3, плюс 1, 4. Понимаете ли вы, что вот эта радость больше, чем 2, 4? Да. Ну, потому что каждая из них не меньше, чем 1, 4, да? А это 1, 2, 3. Догадайте, что я напишу следующие стоки. 1, 5, 1, 6, 5. Это скольких? 1, 0. Это больше, чем 4 восьмых. И больше, и больше, и больше. Замечательно. А в следующий стоки что я напишу? 1, 1, 9, 10. 9, 10. До 16. Абсолютно верно, до 16. То будет больше, чем 8 в 16. То есть опять больше. Да. И так далее, и так далее. И общий будет такой. 1, делить на 2, в какой-то степени, плюс 1, плюс и так далее, 8, делить на 2, вот, плюс 1. Понимаете, да? А это будет больше, чем 1 в 2. Ну, там типа, 1 в 1025, 1 в 1026 и так далее, 1 в 2048. Это больше, чем 1 в 1024, 2048. Понятно? Когда я напишу, ну и так далее. Поняли? Ну, значит, на самом деле, решив эту задачу, мы не просто доказали какое-то странное неравенство, но и доказали в высшей степени важные для математики факты. Гармонический ряд расходится. Значит, гармонический ряд – это вот такое выражение, когда это стремится к бесконечности. Расходится – это значит, сумма становится сколько-либо на большой. Понятно, да? Ну, нет предела. То есть, можно было бы так представить, что ты складываешь, и выражение становится, ну, маленькое. А вот, оказывается, нет. Так, хорошо. Потому что, если мы это сделали, давайте сразу решим задачу, что-то, значит, примерно про то же самое, но с другой стороны. Давайте здесь, везде знаменатель напишем квадрат. Оказывается, наоборот. Вот этот ряд сходится. То есть, есть число, к которому сумма стремится при верстке стремления. Давайте эту сумму назначим. То значение было принято во всех книжках, а это просто написал и написал. Да, я сейчас напишу по-другому. Так вот, оказывается, это доказал Леонард Хейлер, что это стремится к пи в квадрате на 3 на 6. Довольно неожиданная теорема, и ваших знаний абсолютно недостаточно, чтобы даже применять. На самом деле, чтобы доказать эту теорему, нужно, по крайней мере, знать, что такое синус. Есть такая тренетическая функция, да? Вот, ну и еще немножко. Так вот, господа, я сейчас, разумеется, не буду доказывать эту теорему Эйлер. Но, я сейчас напишу вот так, смотрите. Единица, пусть так и будет единица. А вот там, где написано 4, разрешите мне, пожалуйста, написать 1 жди 2. А там, где написано 9, разрешите написать 2 жди 3. А где 16, там я напишу 3 жди 4. Вы согласны с этим знаком меньше? Да. Да, почему? Ну, потому что, когда знаменатель, вот было 25, а я сейчас пишу на это место 20. Знаменатель уменьшили, значит, дробь увеличилась. Вот, и так далее, и так далее. Там, где 100, там я напишу 99 умножить на 100. Там, где было 101 умножить на 101, я напишу 100 умножить на 100. Это такое, так? Да. А вот теперь очень важная лимбрическая формула. Когда вы единицу делите на произведение 2 квадрат идущих чисел, то можно написать так. x плюс 1 минус x разделить на x и на x плюс 1. Пожалуйста, проверите. Так или нет? Когда есть x плюс 1, вы читаете x. Получается единица? Да. 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 А это можно написать так. x плюс 1 разделить на x, x плюс 1. Минус x разделить на x, x плюс 1. Да. Догадались, к чему я это веду? Да. Сейчас будем сокращать. Здесь можно сократить и здесь можно сократить. И у нас получится 1 x минус 1 x плюс 1. И значит, вот то, что я здесь написал, равно, то это было меньше, а сейчас это равно. 1 плюс 1 минус 1 2, 1 2 минус 1 3, 1 3 минус 1 4, 1 4 минус 1 5 и так далее, и так далее, и так далее. Все понимают, что приношет? Что это такое? Когда число идет с минусом и с плюсом, что? С 0 получается. И к чему равняется вот это значение при стремлении количества данной бесконечности? 2. 2. Значит, вот это вот S n при любом N меньше 2. Да. А если число меньше 2, то никакой бесконечности она не стремится. То есть всегда меньше 2. Настоящее значение, там, π в квадрате разделить на 6, но это доказывается намного сложнее. А вот эти два рассуждения, ребята, они вам будут очень много раз помогать. Потому что, ну, когда человек учится в школе, ну, там в институте, там будут уже более хитрые вещи, а вот пока человек учится в школе, в большинстве случаев этого хватает. Идеи, что гармонический ряд расходится, и что ряд обратных квадратов сходится. Редко-редко, когда нам нужно что-то более хитрое. Да и то, чаще всего для школи, ну, сводится, ну, каким-нибудь там, переобзначением, какие-нибудь там, приемочкой, сводится к одному из этих факторов, да? Да и то, чаще всего для школи.